Воронеж 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 Геологические условия Воронеж 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 В центральной правобережной части Грунт состоит преимущественно из песка И нет риска столкновения с подземными водами Предполагается сооружение тоннелей мелкого заложения а в левобережной и северной зонах – устройство наземных и эстакадных участков. Первая очередь метро пройдет от областной больницы по Московскому проспекту до площади Ленина, далее по проспекту Революции к вокзалу, а затем по улице Ленина и Северному мосту к гипермаркету метро. Протяженность первой очереди строительства метро составит порядка 20 километров. Планируется размещение 18 станций, среднее расстояние между которыми составит чуть более километра. С учетом планов по строительству железнодорожного вокзала «Воронеж-3» и станции высокоскоростной магистрали «Москва-Адлер», в Воронеже может появиться уникальный в градостроительной практике транспортно-пересадочный узел, объединяющий единую инфраструктурную систему, железную дорогу, ВСМ и метро. Демонстрационные модели станции «Воронежского метро» ориентированы на применение состава с автовождением. Эти линии обладают абсолютной бесперебойностью в работе и безопасностью в движении. Кроме того, обеспечивается антитеррористическая защита станций, путевого хозяйства, систем сигнализации и связи. При этом исключаются затраты на высокооплачиваемый персонал машинистов. Все это создает уникальную возможность для минимизации срока окупаемости метрополитена в 15 лет, при капитальных затратах в 43 миллиарда 700 миллионов рублей. Реализация схемы метрополитена позволяет Создать в городе современную, рассчитанную на перспективу, систему скоростного рельсового пассажирского транспорта, обеспечивающую сообщения между отдаленными точками города. Существенно уменьшить поток наземного городского пассажирского транспорта. При этом метрополитен в перспективе будет обеспечивать не менее половины пассажиропотока. Улучшить инвестиционный климат города и региона за счет наиболее комфортного и современного транспортного обслуживания. Создать новые рабочие места. Существенно улучшить экологический уровень в центре города, на главных магистралях, набережных и зонах рекреации. Обеспечить развитие и транспортное обслуживание площадок новой застройки и их устойчивую связь со всеми городскими районами. Повысить туристическую привлекательность Воронежа и поставить его в один ряд с современными мегаполисами. Понятными, привлекательными и комфортными как для бизнеса, так и для каждого жителя и гостя.